Отправляясь на пробный экзамен, Абитуриен 2019-2020 в первую очередь обращается к системе электронной регистрации. Здесь он получает виртуальный личный кабинет, в котором аккумулируется вся необходимая информация. Фиксируется оплата, а это 7 рублей за один предмет. Регистрируется пропуск, который нужно предъявить на входе. Для ребят удобно то, что даже если они забыли свой пропуск, они заходят в личный кабинет на телефоне, они видят этот пропуск, показывают организатору, организатор сверяет, телефон выключается, ну и человек, соответственно, уже рассаживается на место. В личный кабинет сохраняется и результат пробного экзамена с указанием неверно решенных заданий. Удобно и практично. Изучив вариант, школьник может задать волнующие вопросы педагогу. Но не только так пошли навстречу юношам и девушкам в Бресте. Технический университет сделал дополнительный день для сдачи репетиционного тестирования. Мы решили в субботу, в воскресенье задействовать, как говорится. Может быть, кому-то неудобно в воскресенье придут в субботу, кто-то не получится прийти в воскресенье. Ну, соответственно, так скажем, здесь уже вариации возможны, как говорится. Вот посмотрим, как пойдет. Если будет иметь спрос, соответственно, будем проводить и в субботу, и в воскресенье. Потому что мы как бы немножко тоже хотим оторваться от этой, как сказать, поседневности, что ли, привычности, как говорится. Почему? Потому что у нас по воскресеньям, как правило, проводилось тестирование. Сейчас хотим, может быть, какое-то разнообразие. Если пойдет, оставим это на третий этап. В самом разгаре зимние каникулы, но для 11-классников это не повод расслабляться. Они посещают дополнительные факультативы, чтобы включиться во второй этап репетиционной кампании. Она стартует 18 января. В этот день в Брестском государственном техническом университете абитуриенты смогут пройти испытания по русскому и белорусскому языкам. Аккуратно. 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 Продолжение следует...